Рустам и его 10-летний сынишка Роман борются с коварным недугом около полугода. Мальчик настоящий боец, говорит его отец. Держится хорошо, чему способствуют и условия нового учреждения. Мнение Рустама разделяет Ильейсан. Ее ребенок Алмаз тоже борется с болезнью. Новый корпус РДКБ на 92 койко-место. Это не только оборудование по последнему слову техники, но и комфортные условия и чуткий персонал. Условия хорошие, как дома. Просыпаюсь, конечно, как будто дома сплет. Забываешь даже про болезни. Мы ничего не покупаем. Все бесплатно, все лечат. Врач у нас очень хороший. Теперь маленькие жители Башкирии смогут получать высокотехнологичную помощь у себя в регионе. Уникальный объект здравоохранения позволит оказывать помощь детям с гематологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами. Проводить высокодозную химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток и костного мозга. Мы продолжаем набирать штаты и готовим все эти штаты в специализированных медицинских организациях, тоже в федеральном уровне. У нас несколько целевых ординаторов, количество их с каждым годом увеличивается. То есть идет специализация и переподготовка по тем направлениям, которые у нас будут реализовываться здесь в центре. В центре есть амбулаторно-диагностическое отделение, оперблок, отделение гематологии, онкологии, интенсивной терапии. Дневной стационар и даже школы и малельные комнаты. Лаборатории оснащены оборудованием последнего поколения. Применяются и ручные методики. Это получается включительный этап. И мы заключаем стекла для врачей, чтобы они могли дать свой ответ. Здесь же расположилось креохранилище для костного мозга и других клеточных продуктов. Первое в республике. Зуфья Сургулова, Марат Кашапов, Сяуфа.